привет всем друзья это канал сосиска в тесте мы продолжаем карьеру за цска москва сегодня у нас матч регулярного чемпионата играем с локомотивом который занимает у нас четвертую позицию до 4 же давайте посмотрим до 4 позицию мы занимаем пока первую нужно удержать ее победив локомотив играем основным составом сыграем белой формой пути пусть играет в красно-зеленый вот вы видели наш состав ведь они играют у нас на левом фланге так как не муса не гонсалес не готовы к этому матчу на сто процентов ну что надеюсь мы сможем взять 3 очка останемся на первом месте и будем в дальнейшем отрываться подальше от зенита да и разыгрывает мяч и сразу же атака через заботы райиндо и да и да и чтобы делать передача центр тарасов 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 ошибается может быть очень опасно для локомотива заброс на думбию ничего не получается вот думбии побороться за мяч даже не получилось ну что советов на фланге пытается пройти нет останавливается скрывает корпус самедов снова с мячом финты финты самедов на фланге будет подача на дое нет передача центр и 33 номер локомотива пробивал но попал фото из защитников цска ну что подача самедова с угла поля игоря кинфеев сейчас ошибается на выходе но вот это могло быть стоить просто 3 очка дубия не успевает отдать передачу на видению который открывался на дальнем фланге и мы получаем атаку на нашего рода усуфа фалит на шори или шор фалит на бусуфе то есть еще раз фалит на бусуфе понятно убина мяча будет подавать штрафную но тут у нас аноха просто завалил двух игроков рикошеты будет опять угловой зажал локомотив армейцев но но как говорит что все будет просто чики-пуки ведь я тут есть а сам ушел и штрафной ну просто красавчик пятый номер нас в центре а ну опять мы отскочили на угловом опять мы отскочили но тут у на ухо правда ошибся достаточно сильно счет дубья тень и используем все сильные стороны видения быстрая скорость хорошая техника поможет нам эльма сейчас задержали руками не дали ему пройти думая будет или пенальти или хотя бы м сможет протиснуться но ничего не получилось и обина начинает контратаку на ворота армейцев обина обина нет пас на фланг за бтр обина снова с мячом хоть штрафную вот штрафную это была подача ну тут шор все контролировал небольшая паника у армейцев штрафной и снова потеря мяча снова потеря мяча просто ужас нужен уже прессингуем прессингуем аки аки у нас полностью готов был к этому матчу поэтому он вы не дал сыграть щенникова на фланге обороны ну и ладно аки тоже неплохой защитник как мужа это поняли но вот здесь ошибка конечно было сто процентов его из новаки чуть не ошибается загоев загоев будет ли удар загоев с правой ноги вот это галешник вот эта красота друзья вот эта красота алан загоев вот он выход талант загоева не ременко сейчас у нас сыграет талант загоев посмотрите какой удар у него сейчас получился просто загляденье давайте смотрим повтор пас дубе и дзагоев недолго думая просто пытается перевесить воротаря и просто замечательно смотрите какая красота залетает сейчас ворота оба его это просто шедевр шедевр этого матча смотрим смотрим это вот здесь мяч залетает и все трибуны вскакивают боевщики локомотива вскакивают хватает за голову армейцы просто рука плескают ну что продолжаем матч на этом еще начни останавливаться нам нужно побеждать все еще то дима ли он может быть этот счет измениться уже буквально через несколько минут потому что атака локомотива достаточно опасная фернандес пытается бусуфу сбить с ног но сам падает но возвращается на свою позицию дубе я любят в тени и теня хорош любия нет тарасов буты пузова ты наша на дубе ю центральная защита черлука с дюрицей просто вылистают сегодня но правда один из них сегодня не смог не дать ударить алану загоеву который просто замечательно пробил поворотом снова показывал он забыл как будто бы режиссер трансляции прям слышишь что я говорю над хо подача над хо щор щор удар и снова оба их чуть за уши не пропускает слабая позиция оба его это вверх как видите да смотрите чуть ли снова не перелетела его вновь забегая на ближнюю штангу над хо подача и кто это у нас забивает друзья это у нас заливает зорантошич зорантошич не самый большой игрок армейцев выигрывает верховую борьбу на угловом и мяч оказывается в воротах красота не только замечательный гол четвертый уже гол зорана тоже чем чемпионате и мы уже отрываемся открываемся в счете счет уже как увидите 2-0 скоро матч с лак с локомотивом да с локомотивом конечно же с локомотивом скоро матч закончится но а скоро матч конечно же с манчестер сити в лиге чемпионов который решит кто будет играть плей-офф а кто нет потому что это битва за первое место правда пока только экватора группового этапа еще у нас четыре игры напоминаю лиги чемпионов бомбия за ботер паст за ботера саметов на фланге аноха против него сможет ли аноха что-нибудь противопоставить ему хорош аноха вот только скажешь сможет ли он сразу же это выполняет и тинья дубе так тихо над хона витиню не получается и чуть ли не ошибается защитник локомотива ошибка ошибка хорошим действий не приведет поэтому и вот сейчас смотрите витиню фалит нарушает правила ему могут создать желтую карточку на 45 минуте до желтая карточка на 45 минуте витиню очень расстроит ну что я думаю витиню сделал свое дело в первом тайме и сможет спокойно сейчас уйти чтобы не получить еще один горчичник и не дай бог прямую красную карточку ой 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 замечательно кефеев дубе я на скорость его пытался витиньо витиньо что конец первого тайма думал судья даст разыграть все таки а вот но пожалел пожалел он свое время видимо куда-то торопился динамо выиграет у спартака терек грозный играет с ростовом и зенит играет с арсеналом из тулы давайте мы посмотрим что у нас можно сейчас поменять а витиньо мы не сможем поменять если только вот таким образом за голову идет на фланг и ременько выйдет в центр да и такое бывает отправляемся на матч и дзагуев уже играет на фланге атаки но после такого замечательного удара он может играть и в центре и он доказал что он просто хороший и техничный игрок и ременько загоев на фланге который играет передача пытается на и ременько перевести но ничего не получается в этом и атака уже локомотива инбаев инбаев отталкивает надход мяча обе на передача игроки пили удар самедова спокойно парирует ну что еще один опасный угловой локомотива мы уже видели пару таких угловых подача на воротаря ну тут спокойно играть не ошибаюсь просто выкидывает мяч за боковую да и это называется не ошибаюсь денисов берет мяч скидывает на бусу фу бусу фаб тут против двух опять денисов хоро денисов денисов пролез же все-таки и ременько начинаем атаку сможет ли думбия убежать думбия убегает думбия убегает есть возможность на третий гол цска но кто-то а баев спокойно свои ворота оставляет и прикосновенности тарасов удар вот сегодня такие удары могут завершаться и забитыми мечами загоев загоев не хватает ему скоростью чтоб посоревноваться с обе на и обе на до и опасно 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 может быть оке против янбаева янбаев уходит в центр теряет мяч но нет снова же его заполучает бусу фа может ударить но не дать не бьет тарасов подача есть кому побороться и ременько против денисова денисов выигрывается за баттер эльм против денисова эльм хорош эльм замечательно отдает передачу на дубию дубия уходит в сторону пробивает и гол 30 30 а теперь можно подумать и о заменах которые дадут возможность отдохнуть лидером команды давайте посмотрим этот гол эльм передачу дубию дубия убегает на фланг и спокойно в пустой угол уже пробивает оба его ну что 30 и это уже просто замечательно четвертый мяч как и тоже забивает сюда дубия и давайте мы подумаем о заменах давайте на цена мы выпустим в атаку и конечно же дадим отдохнуть над х вот так вот мы сыграем поехали три замены уже проведены у нас и теперь можно уже уйти немножечко на упокой то есть идти в защиту потому что локомотив сейчас начнет прессинговать начнет нас выдавливать из центра и поэтому нужно немножко отойти вглубь защиты дальше на фланг и опасно может быть передача на фланг загоев против арбум уже против тарасова шор ошибся и штрафной опаснейший штрафной обина будет пробивать забатер лас вышел честно не знаю этого игрока 85 номер да и все таки на удар становится будет ли разыгровочка нет будет просто удар пикер спокойно справляется игоря конфеев вперед просто пытается на тоже чем вынести мяч то 6 получает мяч тошич 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 с мячом тоже пенальти ты просто замечательно что сотворил тоже сейчас это просто на пять с плюсом красная картика прямая кому же это это шарлука чарлука получает красную карточку но как разобрался тут зоран торшич замечательно и давайте мы с вами дадим право пробить алан загоеву только хотел сказать алан загоеву и алан загоев встает у мяча дадим ему право забить дубль забьет ли он да он спокойно реализовывает свои возможности делает что-то же 4 0 не ожидал я такого легкого матча с локомотивом так как локомотив все таки находятся на четвертой позиции мы находимся на 1 право но все равно два мяча и те в одном матче алан загоев раскрывается потихонечку дай загоев саметов против эльма эльм эльм сегодня доказал локомотиву что он просто замечательный опорник до е до ухты шты 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 что же сотворил сейчас игоря кинфеку там было в сайт было все что это сейчас такое ребят это глюк это глюки игрок сам выбил мяч я не просил его этого делать но он просто взял и выбил мяч эльм снова снова просто отбирает мячик и начинает снова атаку нецет зорантошич на нет сада нет сет нет возможности ударить этот уже третий или второй раз выходит у нас на замену играл в основном времени он у нас наше время пока мы играли не забывал когда мы симулировали его подчурки мы видели на экранах пас так хорошо тошич тошич на еременком тошич на еременка или ты увидел братов еременка против русских фернандес на это надо с места бузовой бузова уходит бузова уходит и снова один из чернокожих игроков локомотива выше на поле уже их сейчас посчитаем 5 наверное на поле или 4 и 4 игрока это мотива которые не красота разыграли мяч 4 1 игоря кинфеев за три минуты до конца матча пропускает мяч и не дает себе возможность сыграть сухарь ничего страшного за три минуты локомотив не сможет нам забить еще три мяча если даже и забьет то мы все равно возьмем три очка и посмотрите очка одну очку потому что высвольшь ничья что делать игроки локомотива тут эль ну тут эль просто спокойно мяч выбивает эти неточные передачи конечно же меня настораживают настораживают и счет уже 2-4 4-2 можно сказать правильно будет 4-2 что творит лас сейчас замечательный заброс и ноха не дотягивается игоря кинфеев не вовремя выходит из ворот и получает еще даже по затылку ногой как-то все очень даже мрачно складывается для армейцев за три минуты до конца матча даже уже в компенсированное время мы ошибаемся нужно что-то с этим делать смотрите как разыграют как разыграют сейчас будет пас на фланг нет бусуфа и снова опасно игорь акинфеев здесь выручает команду тринадцатый номер просто разошелся у локомотива но опасно угловой цель у игроков 8 штук офигеть что сотворил сегодня игроков ну что 4-2 счет это вполне таки хорошо мне даже очень сильно это понравилось понравилась игра понравилась реализация конечно же вот эти вот опасные моменты которые были у локомотивов на первых минутах матча это просто сказалось но и реализация у цска просто на сто процентов шесть ударов 6 твор и четыре мяча спартак все-таки проиграл динамо 23 и спартак от нас отстает все дальше и дальше и смотрим что же у нас будет следующий следующий у нас матч с перу нет спасибо перу не надо с ман сити как я и говорил нам предстоит очень важный матч с манчестер сити который у нас остается 21 октября 2015 года в гостях в манчестере ну что увидимся с вами в следующих сериях подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо всем пока пока